Ребятки, всем привет! Я Вика Виноградова, это канал с рецептами для лентяев. Я сегодня решила записать такой полезный ролик для людей, которые периодически задаются вопросом, а чем мне такого пожрать? Я вам записала, ребятушки, три вида намазок. Это отличная вещь и как перекус для бутербродиков, когда уж колбаса и сыр надоели, и на завтрак, и как закуски. В общем, универсальная штука, готовится за считанные минуты проще простого. Вкусы всякие разные, разнообразные. Сейчас расскажу, как делается. Для первой намазки нам понадобится тунец, сливочный сыр и яйца. Можно их натереть на терке, но мы сделаем проще и все перемелем в блендере. Закидываем в него сыр, понимаем, что немножечко погорячились. Наверное, лучше надо было как-то это все поделить на 2-3 порции, а не пытаться впихнуть невпихуемое. Но уже поздно. Я, честно говоря, даже не знаю, у меня выдержит блендер или нет такой объем работы. Сверху мы еще так это все шлифанем майонезиком. И будем надеяться, что я не сломаю технику. А нет, нормально работает, справляется. В итоге у нас получается вот такая вот паштетная масса. Попробовали ее, если что, подсолили, поперчили на свой вкус и готово. Очень такая нежная, сливочная. По вкусу здесь больше всего, ярче всего чувствуется яичка вареная и тунец. Поэтому, если хочется, чтобы прям побольше приварил его... Привари... Господи, страшное слово какое. Прив... Короче, преобладал, чтобы здесь тунец. Просто возьмите одно яйцо и две банки тунца. Да, и будет очень вкусненько. Второй вариант сделан для любителей остренького. Можно взять или творожный сыр, или творог. По идее, в рецепте идет зелень, но у меня сыр и так с зеленью. Так что я отдельно ее добавлять не буду. Опять же, отправляем сюда яйца, зубчик чеснока и острый перец. Не любите острое, можно заменить его, например, паприкой. Ну или вообще ничего не добавлять. Точно так же пробиваем все это блендером. Смесь получается более густая, липкая, в отличие от первого варианта. Опять же, попробовали. Если надо, подсолили. Если не хватает остроты, можно еще подсыпать, например, каенского перца. Он вообще мощный. Я решила сделать вдвое меньше по объему, чем я укажу в описании под видео, по ингредиентам. У меня даже одно яйцо осталось. А то я с первого варианта что-то так прям размахнулась, у меня его вон сколько получилось. А мне это все-таки еще потом как-то есть. По текстуре, опять же, получается нежненько, при этом вкус такой какой-то сливочно-сырно-творожный. Яйцо в меньшей степени ощущается, практически его не чувствуется. Зато чесночок и острый перчик вот прям как надо. Такая хорошая, остренькая закуска. Ну, я думаю, вы понимаете, куда что. И третий вариант у нас будет такой немножечко напоминать грузинскую кухню. Нам понадобится брынза. Разминаем ее вилочкой. Тоже можно было бы все это в блендер закинуть и смешать. Но, ребят, я же должна за сегодня хоть что-то своими руками сделать, правильно? Сюда же отправляем мягкое сливочное масло. Вмешиваем до однородной консистенции. Мелко нарезаем кинзу. Не любите кинзу? Можно заменить на петрушку или любую другую зелень. Сюда же рубим грецкие орехи. Вместо них можно взять кедровые. Тоже будет очень вкусно сочетаться. И выдавливаем зубчик чеснока. Вот тут солить уже не надо. Брынза сама по себе достаточно соленая. Кинзы я, кстати, взяла побольше в следующий раз, потому что она здесь практически неуловима. И, ребят, если хочется из этого сделать что-нибудь такое более экзотическое, можно это все еще полить соком лайма. Тогда это будут уже какие-то не грузинские, а такие кубинские, мексиканские мотивы. Штука вкусная. Вот такие вот намазки получились. Огромное спасибо, что посмотрели это видео. Всем хорошего настроения и пока. И тут как бы в этом месте, наверное, постоянные зрители ждут каких-то смешных моментов. Да, ребят? А вот... Салям. Нет, сегодня не будет. Но у меня сегодня хороший повод. На канале, наконец-то, ура, 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 спустя полтора с лишним года, 50 тысяч. Ребят, подписчиков, представляете, 50 тысяч. Обалдеть. Это уже не какой-то там молодой начинающий канал. Это уже такой прям нормальный, окрепший подросток, можно сказать, который перешел из школы в институт и дальше там уже его ждет какое-нибудь, надеюсь, светлое будущее. Ребятки, спасибо вам огромное. Кто меня смотрит, кто не смотрит, ну, я, конечно, вам тоже что-нибудь сказала, но вы же все равно меня не смотрите, правильно? Нет, правда, ребят, кто смотрит, кто пишет комментарии, лайкает, огромнейшее вам спасибо большое. Я вообще человеческая, я, правда, я так счастлива и рада, что у вас столько, вот я не представляю, просто 50 тысяч человек. Обалдеть, это вообще можно. Все, всех люблю, всех целую. Обожаю вас. Субтитры сделал DimaTorzok